Более 100 организаторов и волонтеров, свыше 500 гостей. Фестиваль «Город добра» в этом году проходит в Успенском доме культуры. Настроение задавалось с порога. Поднародный запев, ансамбль «Родник», участники пускались в пляс. Благо, погода благоволила. Декабрьский морозец дремал, зато гости были активны как никогда. Для каждого 10 интерактивных площадок, рисования, шахматы, пения, танцы – все для раскрытия талантов. Мы принимаем сегодня наших особенных детей, наших взрослых. Хотим им показать наш дом культуры, преподнести им хорошую праздничную программу, которую подготовила Вера Николаевна Стрельникова и наши знаменитые артисты, которые сегодня будут сюрпризом для наших гостей. Поддержать ребят в Паралимпийской эстафете решила Юлия Такшина. Актриса театра и кино в плотном графике съемок, находит место благотворительности, патронирует интернат, выкраивает время для общения с особенными детьми. Столько положительных людей здесь, и взрослых, и маленьких, все улыбаются друг другу. Это замечательно. Пускай будет побольше таких мероприятий. Организатором фестиваля «Город Добра» уже третий год выступает администрация Одинцовского муниципального района. Задача не просто создать праздничную атмосферу для участников, но и дать возможность детям и взрослым почувствовать себя активными, творческими, самодостаточными. Районные власти занимаются и трудоустройством. В этом году был подписан договор с одним из гипермаркетов на 40 рабочих мест. Нам удалось сегодня сделать такую, ну, наверное, в чем-то идеальную картинку, как должно существовать общество, чтобы все были друг другом интегрированы, и каждые, даже люди с ограниченными возможностями, чувствовали себя комфортно и находили то, чем заниматься, и получали от этого удовольствие и радость. В этот раз к фестивалю примкнули Денис Майданов, Валерий Меладзе, Наталья Толстая, Алексей Огурцов, Алла Довлатова, Эвелина Бледанс, Анжелика Гурбаш, Антон Макарский и Виктория Морозова, а также Российская Академия Художеств. Ребята рисовали с упоением, ведь наставники знают толк в искусстве. Наконец научили правильно, как нужно рисовать меня, в частности. Картина получилась очень замечательная, художники прям так нарисовали, я просто в восторге. Искусство, творчество, оно всех уравнивает и всех объединяет, им это нравится. Впервые участие в фестивале принимал композитор Игорь Матвиенко. Студия звукозаписи Успенского ДК больше походила на филиал продюсерского центра. Артисты, местные звездочки, одна из них Лера Сайкова. Пой песню с улыбкаю, я знаю, удача придет, если ждешь. И жизнь так светла и прекрасна, когда для кого-то живешь. Во время записи люди получили немножечко заряда энергии и хорошего настроения. И причем это же обратная связь. Точно так же я получил от этих детей. А с детьми вообще работать гораздо приятнее, я вам скажу, чем с поп-звездами. От приглашенных звезд слепило глаза, а от улыбок ребят щемило сердце. Город добра – место особого комфорта. Возможности обновленного Дома культуры позволили гостям праздника беспрепятственно перемещаться по этажам, где располагались мастер-классы. Поддержало фестиваль и Одинцовское благочиние. Ведь разговор о равных возможностях невозможен без крепкой духовно-нравственной основы. Знаете, понимаю, что не так много людям и надо. Им нужно просто тепло, уважение, любовь. И если все им это дать, я думаю, что их сердце раскроется, они готовы будут сфаироваться и делиться со всеми окружающими. В завершении общая фотография на память. Море улыбок и хорошее настроение. Пусть искра добра зажжется в каждом сердце. Этот яркий посыл станет продолжением фестиваля. А песня жить в исполнении Одинцовских ребят – музыкальным многоточием. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.